Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Катонь24. С вами их ведущий Гурматаев. Итоги этого дня подведем прямо сейчас в начале о главных темах. Обновленную Титов-арену открыли в Барнауле. На первом домашнем матче хоккеистов «Динамо Алтай» был аншлаг. Поддерживал хоккеистов и губернатор Виктор Томенко. Заработную плату повысили алтайским педагогам с начала учебного года. Как теперь ее рассчитывают? Слишком много денег уходит на лекарства? Разобраться в препаратах пенсионерам помогают врачи-гериатры. Как именно, расскажем в выпуске. Хоккеисты «Динамо Алтай» провели очередные матчи в рамках первенства в высшей хоккейной лиге. Напомним, что стартовый поединок против курганского юниора наши мастера проводили на Карандин-арене и уступили 0-1. Вторая игра между соперниками прошла в обновленном дворце зрелища спорта. Теперь он носит название «Титов-арена». Матч посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. А вот Дмитрий Гладких знает все подробности валидольного матча. Перед началом игры зрители, заполнившие спортивное сооружение до отказа, увидели световое шоу, которое обещали руководители хоккейного клуба. С центральных секторов, пусть и с трудом, но все же можно было разобрать необычные эффекты. Хоккеисты вышли на лед традиционно. Первыми игроки стартового состава курганского юниора. Следом появились мастера «Динамо Алтай». С приветственными словами перед спортсменами и болельщиками выступили вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик и глава региона Виктор Томенко. Хоккей в Балтайском крае любят, понимают. Многие воспитатели играют на самом разном уровне. Мы будем делать все, чтобы и наша команда выступала успешно, и гости все наши чувствовали себя здесь комфортно. И побольше наши все болельщики, любители хоккея получали удовольствие от этой замечательной игры. Поздравляю вас. Добрый год. Гимн Российской Федерации, исполненный вживую, символическое вбрасывание шайбы Виктором Томенко и Игорем Тузиком завершило церемонию открытия. Сама игра прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом хозяев льда, которые в присутствии четырех с половиной тысяч зрителей постарались любой ценой вырвать победу. Правда, сделать это получилось с большим трудом. Впечатления от открытия Титов арены, конечно, только положительные. Полные трибуны. Давно такого в Барнауле не было. И приятно играть. Ну, мандраж, конечно, сказался где-то. Ручки, может, тряслись в кого-то где-то, еще что-то. И все же совладать с эмоциями нашим хоккеистам удалось под занавес стартового периода. За семь секунд до перерыва Кирилл Брагин отправил первую шайбу на Титов арене в ворота Егора Трифонова. 1-0. Во втором отрезке Максим Чумаков сравнял счет отличным кистевым броском в девятку ворот хозяев льда. Барнаульцы в это время играли в меньшинстве. Через четыре минуты Александр Евгсентьев и вовсе вывел юниоровцев вперед, но уже при игре в равных составах. Команда Александра Усачева и не думала сдаваться. Еще до окончания второго периода сумела восстановить равенство. Евгений Пьянов в падении протолкнул шайбу между щитков вратаря гостей. 2-2. В третьей двадцати минутке он же вывел динамовцев вперед. Арбитры не сразу зафиксировали взятие ворот. Пришлось прибегнуть к видеопросмотру, который показал. Гол был. 3-2. На этот раз уже юниору пришлось быть в роли догоняющего. И он с этой задачей успешно справился. Владислав Шаманин вернул интригу, забросив 3-3. Больше в основное время команды не сумели отличиться. В дополнительной пятиминутке от защищавшись в меньшинстве барнаумцам удалось вырвать победу. Гол в овертайме записал себе в актив Игорь Карпов. 4-3. Тяжелая волевая победа «Динамо Алтай». Когда пойдут голы, ребята раскрепостятся. Я думаю, намного легче все будет. Пока, видимо, давит очень сильный результат. Матч-открытие. Куча болельщиков плюс руководство и клуба, и края. Ребята осторожничают, аккуратничают, где-то перестраховываются. Отсюда появляется неуверенность. На следующий день в третьей встрече серии юниор сумел выиграть во второй раз в Барнауле. Вновь победителя удалось выявить в дополнительной пятиминутке. Счет матча 1-2. Следующие игры «Динамовцев» пройдут 8, 9 и 11 октября. Дома они примут красноярских рысей. Дмитрий Гладких, Роман Хайрулин. Новости. В Алтайском крае зерновые и зернобобовые культуры убраны с 95% площадей. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Виктор Томенко. Валовый сбор зерна составил 4,5 миллиона тонн. Еще предстоит убрать 130 тысяч гектаров гречихи и более 23 тысяч гектаров других зерновых. Обмолот хлеба на 100% выполнен в 25 районах. Но есть ряд территорий, где темпы существенно ниже. По зерновым и зерновобовым сложная ситуация у нас складывается. Как и было в северо-западных районах. Это Бурла, Крутиха, Панкрушиха. И в Биско-Чумышской, Преслоевской зоне. Это целинный район. Тобульский район, Вильцовский и Красногорский район. Где убрано от 65 до 70% урожая. По техническим культурам, аграриям региона осталось убрать около 30 тысяч гектаров посевов рапса. 14 тысяч гектаров льна и 60 тысяч гектаров сои. Также набирает обороты уборка подсолнечника. Строительство дамбы на реке Чирыш в Чирышском районе завершат до конца октября. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попридухин. На возведение сооружений инженерной защиты от наводнений было выделено почти 139 миллионов рублей. Однако в минувшем году часть федеральных средств в силу природных причин освоить не удалось. В этом сезоне отставание пришлось ликвидировать ускоренными темпами. Тот, кто там бывал, понимает прекрасно, который выполнил федеральный центр в текущем году нам вернул эти 45 миллионов рублей с требованием, чтобы мы до 1 сентября ликвидировали отставание и вошли в график производства работ. На сегодняшний день данные мероприятия исполнены. Фактически работы вернулись в исходное состояние. В октябре месяце, до конца октября месяца подразумевается завершение работ на объекте. И вот объекты в эксплуатацию в текущем году, как то предусмотрено непосредственно с заданием Федерального агентства водных ресурсов. Общая протяженность дамбы составляет около 8 километров. Она призвана защитить от паводка райцентр Чирыжское и село Красный Партизан. Напомню, эти села пострадали от подтопления во время наводнения 2014 года. Вся пенсия уходит на лекарства. Привычная жалоба пожилого человека. При этом не всегда большое количество принимаемых препаратов идут на пользу здоровью. Разобраться в лекарствах пенсионерам уже год помогают врачи-гириатры. Этот вид помощи развивают в регионе по региональному проекту «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Подробности смотрите далее. Пенсионерке Нине Григорьевне Домахиной 80 лет. Суставы, сердце, бронхи – все, по словам врачей, нужно лечить. А теперь еще и подозрение на астму. Обратилась в поликлинику. Терапевт выписал очередные лекарства. Ой, матушки мои, очень много всяких. И от давления, и от суставов, и от сердца, и от нервов. Я уже не знаю ни названия, не помню ничего. Но лекарства целыми ящиками стоят. Все отдельно. Ежедневно Нина Григорьевна принимает по 10 таблеток. По словам врачей, в ее возрасте такое количество препаратов может и навредить. Если пациент принимает больше пяти препаратов, то как раз здесь нужно смотреть, чтобы не навредить пациенту. А наших пациентов, пациентов пожилого возраста, у которых есть уже снижение метаболических процессов, как раз вот та самая тонкая грань, когда можно вместо лечения получить, наоборот, лекарственное травление. Решить проблему передозировки лекарственных препаратов помогают врачи-гириатры. Они ведут прием в краевом госпитале для ветеранов войны. В прошлом году здесь создали специальное отделение гириатрии в рамках нацпроекта «Демография». Попасть на прием к такому врачу можно по направлению терапевта, а получают талончик, пройдя тест по шкале «Возраст не помеха». При положительных ответах на трех из пяти вопросов о состоянии здоровья пожилого направляют к гириатру. А тот уже при осмотре определяет наиболее острые заболевания и составляет программу реабилитации. Основа этой специальности – это врач-терапевт, но особенность рекомендаций гириатра – она включает не только лекарственную терапию. Мы помогаем пациенту и родственникам из того букета, из того обилия лекарственных препаратов, пытаемся создать оптимальную схему лечения. Врач-гириатр консультирует пациента не только по сокращению дозировки препаратов, но еще дает консультации по питанию и физической активности. Лечение стационарное. Кстати, еще год назад койки гириатрической помощи работали только в госпиталях. Их было 45 на весь регион. А сейчас, благодаря наспроекту «Демография», на базе больницы развернуто около 200 мест. 30 в Бийске, 30 в Фрубцовске и 135 в Барнауле. А к концу года откроются еще пять кабинетов гириатрической помощи. Анна Муратова, Сергей Седых. Новости. Долгожданное повышение. Увеличивать зарплату педагогам с 1 сентября начали от 1 до 3 тысяч рублей. У всех преподавателей, работающих на полную ставку, заработная плата будет выше минимального размера оплаты труда. Ощутили ли учителя Алтайского края прибавку к заработку? Узнаете в нашем сюжете. Сегодня Наталья Юртайкина, учитель в третьем поколении, проводит контрольные. А значит, дома будет ждать гора тетрадей. Еще после уроков, патриотическое воспитание школьников и консультации. Раньше за такую доп. нагрузку учителям не доплачивали. В сентябре Наталья Ивановна получила приятный сюрприз. Долгожданную прибавку к зарплате. Я думаю, необходимо это было, потому что труд учителя очень тяжел. И мы на самом деле очень много времени проводим в школе. То есть, многие говорят, что работа в одну смену – это работа до обеда. На самом деле мы работаем до вечера. И бывает, что работаем по ночам. Прибавку к зарплате ощутили все 156 педагогов 126-й школы. Каждый в среднем получил 30 500 рублей. Это, конечно, колоссально имеет значение, потому что учителя тоже потребители. Они тоже берут кредиты, у них тоже есть ипотеки. И поэтому очень важно иметь достаточно высокий, стабильный, не меняющийся заработок. Вместе с этим структура зарплаты значительно упростилась. Сегодня это по существу всего 3-4 элемента, что приводит к тому, что зарплата становится прозрачной. Основой для расчета компенсационных и стимулирующих выплат стал минимальный оклад. Теперь он в 2,5 раза больше. С 3 тысяч рублей он повысился до 7 тысяч. Исчезло и такое понятие, как ученика-час, когда зарплата зависела и от количества учащихся в классе. Мы должны уйти от несправедливой системы ученика-часа. Она уже стала устаревшей, она не отвечала потребностям современного времени. Наша задача была устранить перекос в оплате труда в малокомплектных школах. Когда ввиду низкой стоимости класса-часа, учителя в малокомплектных школах получали значительно ниже за то же количество часов. Фонд оплаты труда педработников муниципальных школ насчитывает почти 8 миллионов краевого бюджета. По подсчетам Министерства образования, все педагоги Алтайского края с нового года в среднем будут получать 27-28 тысяч рублей. Анастасия Борисова, Антон Червяков. Новости. Каждый из нас помнит своего первого школьного учителя. С него начинается долгий путь обретения знаний. Во многом благодаря учителям мы находим себя в жизни. И тем важнее это не забывать. Министр образования и науки края Максим Костенко помнит. Перед днем учителя он поздравил с наступающим профессиональным праздником свою первую учительницу Нину Андреевну Нижегородову. Нина Андреевна отличник народного образования. Классный руководитель с большим стажем. За ее плечами 41 год работы и больше 300 выпущенных учеников, каждого из которых она хорошо помнит. Ее дочь Татьяна Михайловна, учитель химии и биологии, тоже некоторое время была классным руководителем министра. Я сильно любила вас у всех ребятишек. Вот ответит, так я обычно подойду еще и поцелую. Правда. Своим визитом Максим Костенко запустил флешмоб поздравлений с Днем Учителя. Он предлагает всем позвонить своим учителям или прийти к ним в гости в их профессиональный праздник. Перенести часть Большого Алтая на Урал решил 28-летний историк, преподаватель Уральского федерального университета Антон Кочнев. Причем довольно необычным образом мужчина провел историческую реконструкцию. Набил себе точную копию татуировки вождя скифского племени, которая жила на Алтае 2500 лет назад. Зачем? Узнал Владислав Кириенко. 28-летний Антон Кочнев, преподаватель Уральского федерального университета, уверен, наука спасет мир. Поэтому задача сделать ее популярнее. Для этого Антон выбирает разные способы. Первый классический, за университетской кафедрой. Антон читает сразу несколько курсов. Историю России, международные отношения, историю Центральной Азии. Второй путь творческий. По нему Антон пошел год назад, когда решил провести историческую реконструкцию. На своей правой руке. А именно, сделать татуировку вождя скифского племени из второго пазырыкского кургана, которая жила на Алтае 2500 лет назад. Мумию вождя нашли в урочище Пазырык в 1949 году с богатым погребальным комплексом. У человека, на стиле этой татуировки, было все тело татуировано. Мы решили восстановить только правую руку, потому что она лучше сохранилась. И сунги там такие самые интересные, на мой взгляд, показались. Мы восстановили полностью анатомическое расположение. Это было самое сложное, наверное. Ну и, в общем-то, сохранили весь тот объем татуировки, который был на правой руке. Что значит тату, точно не ясно. Это, может быть, обряд инициации, культ шаманизма. Возможно, так изображали убитых врагов. Известно, что татуировка выполнена в зверином стиле. Есть шесть мифологических животных. Они изображены в так называемых жертвенных позах. Видите, вот здесь у грифона, у него ноги в одну сторону, а здесь ноги в другую сторону. То есть они перекрещены. Возможно, это такая условно-жертвенная поза. Также есть сцены терзаний. То есть вот есть хищник какой-то непонятный, барс, может быть, который нападает на вот такого козлика горного. А татуировка, я так понимаю, они же ее делали так, что они подвижные, так называемые. Да, да, да. То есть как будто там они, если ты сгибаешь руку в локте, да, там я не знаю. Да, 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 вот можно посмотреть. То есть вот грифон начинает бить копытом. Набивать тату Антон доверил начинающему мастеру. Казалось бы, большой проект, но важно, чтобы для исполнителя это была не рутинная работа, а творческий вызов. В итоге потребовалось три сеанса и 30 часов. Два этапа – нанесение контура и покраска. Работа требовала полной концентрации. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Это реконструкция, ребятки. Антон рассказывает, несмотря на сложный творческий процесс, во время работы линии контура татуировки как будто ложились под руку мастеру. Видимо, не такой удобный инструмент был, как сегодня для набивки. И им очень важно было линии удобно расположить, чтобы удобно было их рисовать. И это вот очень видно. Сегодня смысл татуировки кардинально поменялся, уверен Антон. Уже нет сакрального значения, как во времена скифов. Это скорее способ показать свою идею и донести ее до окружающих. Средство самовыражения. И каждый носитель тату сегодня сам наделяет рисунок своим значением. Когда ты носишь татуировку, хочется думать, что, в общем-то, ты оправдываешь, что ты тоже достойный носить такую татуировку. И думаешь, блин, ну вот этот человек, который умер 2500 лет назад, наверное, он был таким достойным человеком. Владислав Кириенко, Дарья Хижняк. Новости. На сегодня это были все новости. Спасибо, что провели этот день вместе с нами. Меня зовут Егор Матаев. Увидимся в эфире завтра.